Беларусь выступает за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран. Это завел наш президент, принимая верительные грамоты зарубежных послов. Их сегодня вручили представители девяти государств Азии, Латинской Америки, Африки. Мы продолжаем укреплять связи на разных континентах. С каждой страной готовы вести диалог на основе равноправия и взаимной выгоды. Но, увы, не все в мире руководствуются такими принципами. Есть те, кто пытается затормозить развитие отдельных государств. В ход идут санкции и давление. И на это закрывают глаза международные структуры, которые, по сути, должны быть площадками для диалога и сотрудничества. Мессажи миру и дипломатические тонкости в репортаже Натальи Бреус. Приезд иностранных послов всегда особый нерв для протокола. А церемония вручения верительных грамот проходит по жестким канонам и их держится четко. Но в Минске стараются, чтобы этот момент, старт дипломатической миссии, запомнился не столько своей строгостью и четкостью, сколько с порога белорусским радушием. Минск уже с утра накрыла почти африканская жара, так что зона комфорта для некоторых дипломатов была точно обеспечена. В этот раз с верительными грамотами прибыли представители девяти государств. Для колоритного посла Мавритании, например, это вторая каденция в Беларусь. Видимо, зря говорят, дважды в одну реку не войти. Минск мне кажется просто прекрасным городом. С удовольствием приезжаю. Я вижу, какой здесь прогресс и по инфраструктуре, и в целом. Сейчас даже сложно представить, особенно гостям из Латинской Америки или Африки, что после войны Минск был практически разрушен. А старшему поколению пришлось пережить и все ужасы гитлеровской агретии и тяжелейшие годы послевоенного восстановления. В эти события, которые так закалили белорусский характер, сходу президента кунет дипломатов. Так совпало, что их миссия стартует как раз в преддверии знаковых для Беларуси. Да, 3 июля и 22 июня – день всенародной памяти жертв Великой Отечественной. Страну в буквальном смысле поднимали из руин. Думаю, вы слышали о героизме защитников Брестской крепости, трагедии Хатыни и Трестенца. Теперь вы можете посетить эти священные для нас места народной памяти, которые никого не оставляют равнодушным. Что такое война, белорусы знают не понаслышке и потому никогда не смогут быть равнодушными к чужой беде. Всегда с миром и добром к соседям и не только. Принцип внешней политики на века. В наши дни, когда страны лихорадят геополитические расприи, голос Минска всегда за правду и мир. Мы выступаем за многополярный, справедливый мир с гарантиями развития для всех стран без исключения. В это время Запад рушит систему европейской безопасности, созданную после Второй мировой войны. Организация объединенных наций из цивилизованной диалоговой площадки для разрешения споров и дискуссий о будущем развитии мира превратилась в дипломатическое казино, где заправляют западные воротилы. Пока заправляют. Пытаются затормозить развитие отдельных государств и целых регионов, а на границах с несогласными разворачивают ударные силы НАТО. Мы с таким раскладом категорически не согласны. И где все эти международные организации, которые это все видят? ООН, ОБСЕ, Совет Европы, МВФ, Всемирный банк. Когда нас уже третье десятилетие душат незаконными санкциями. Одновременно в Украине интенсивную подготовку проходят националистические формирования, состоящие из мерзавцев всех мастей. На Западе открыто заявляют, что намерены использовать их для свержения вооруженным путем законной власти в Беларуси. Беларусь как самостоятельный ответственный участник международного сообщества вносит существенный вклад в систему международной региональной безопасности. Не сказать об этом Александр Лукашенко не мог, даже если это колет глаза мировым политикам. Но все усилия Минска на конструктив. Ориентиры сотрудничества глава государства обозначит для каждого. Тесные связи у Минска и Душанбе еще с советских времен. Так держать совет новому послу Таджикистана. Учитывая стратегическое партнерство между Республикой Таджикистан и Республикой Беларусь, я думаю, в дальнейшем, в ближайшем будущем будем делать основной акцент на торгово-экономическое отношение, углюбление международного сотрудничества в области, агрокомплекса, промышленности и координации деятельности двух государств в рамках международных организаций. Мы будем развивать отношения именно в духе братского отношения, учитывая очень близкие отношения наших лидеров нации. С азиатскими странами у Беларуси давняя дружба, но торговля с экзотическим Таиландом точно не соответствует потенциалу. Можем больше в промышленности, АПК и фармацевтике. Послу на заметку. Минск и Сеул связывают ряд совместных проектов, но этого мало. Ситуация в мире, хоть и непростая, по силам стать ближе. Важные акценты звучали для послов африканского континента, продвигаемся в его западную часть. Есть потенциал у Беларуси и Ганы по части инфраструктурных и энергетических проектов. Мавритания готовы помочь нарастить промышленный потенциал и обеспечить продовольственную безопасность. Сегодня мы по-новому открываем для себя Африку. Без Африки нет развития в мире вообще. Будущее за Африкой. Заинтересованы в расширении партнерства со всеми государствами континента и готовы обсуждать любые конструктивные предложения. Моя миссия как посла будет в том, чтобы нарастить двустороннюю торговлю. Интересует в первую очередь АПК. Беларусь здесь сильна, как и сильна производством сельхозоборудования. Гана же богата природными ресурсами. Мы занимаем первое место на континенте и шестое в мире по добыче золота. Надеемся на поставки горнодобывающего оборудования. Еще одна сфера интересов – это медицина. С Мексикой, Панамой и Эквадором Беларусь разделяет целый океан. Но президент настраивает послов этих государств работать географией вопреки в промышленности и сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых и нефтехимии. Мы готовы вести диалог о сотрудничестве с любой страной, которая уважает выбор белорусского народа, признает суверенитет и независимость нашего государства. Но точно так, как и вы. Подчеркиваю, на основе равноправия и взаимной выгоды. Беларусь всегда открыта и радушна с теми, кто открыт и искренен с нами. Именно на этих принципах мы традиционно развивали и развиваем контакты со всеми партнерами. Начало нового этапа карьеры для дипломата – маленький праздник, потому традиционно каждого приветствует президент символическим бокалом шампанского, призывает действовать двусторонним контактом на благо, отбросив всякие стереотипы. Уважаемые друзья, вы, конечно же, много слышали о Беларуси. Я отдаю себе отчет, что слышали больше негативно, чем позитивно. Поэтому очень важно, что вы приехали в Беларусь, что вы будете здесь работать. Может, кто-то не на постоянной основе, но точно будете бывать здесь очень часто. И мой самый главный большой интерес, чтобы вы ближе познакомились с нашей страной. Чтобы вы воочию увидели, чем мы живем. И я уверен, что увидел все это, вы удивитесь той разнице, которая есть в действительности, и то, как это преподносят порой, прежде всего, на Западе и в Соединенных Штатах Америки. Ваше здоровье. Успехов. Теплое приветствие адресует и новому послу Ирана. Ему не знаешь, то ли завидовать, то ли сочувствовать. Ведь начинается депмиссия как раз на фоне нового этапа отношений Минска и Тегерана после знакового визита Александра Лукашенко в эту страну. По итогам переговоров лидеров посольство серьезно озадачено, и что такое гнет несправедливых санкций, государства знают по себе, но идут вперед. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Минском и Тегераном. На протяжении долгих лет между нашими странами активно развивались отношения и в политическом, и в культурном плане. На данный момент лидеры Исламской республики Иран и Республики Беларусь поставили в приоритет развитие экономических отношений. И у меня, как у посла Ирана, это находится в повестке дня. Мы конкретно над этим работаем. На что точно могут рассчитывать дипломаты, так это на поддержку и помощь. Классные идеи, которые помогут торговле и сотрудничеству стран, только приветствуются таким проектом всегда зеленый свет. Выходить с ними на правительство и президента можно без дипломатических реверансов, это точно. Наталья Бреус, Вероника Бута, Яна Менделева, Иван Мартынович и Андрей Новгородцев. Агентство теленовостей.